Штаб по комплексному развитию региона губернатор Сергей Морозов начал с кадровых назначений. Министром экономического развития утвержден Дмитрий Вавилин. А министр семейной демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева избавился от приставки ИО. Контролируясь топливно-энергетический комплекс в статусе заместителя министра энергетики ЖКК и городской среды будет Дмитрий Куварин. На должности замминистра в это ведомство переведены глава фонда модернизации ЖКК Александр Хаджибаев и руководитель агентства по регулированию цены тарифов Сергей Ципровский. А заместитель министра ЖКК Геннадий Антонцев переведен в корпорацию развития коммунального комплекса. Руководителем агентства стратегического консалтинга назначен Руслан Тагиров. И ситуация в экономике по-прежнему непростая. Поддержки нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый, средний бизнес, индивидуальные предприниматели, самозанятые. И уж тем более люди, которые остались по тем или иным причинам без работы или семьи с детьми. Поэтому задача у нас весьма сложная, но благородная. Правительство должно сделать все необходимое для решения тех проблем, с которыми сталкиваются наши земляки. В настоящее время утверждается федеральный региональный бюджет. Второе чтение главного финансового документа области планируется на 25 ноября. Губернатор отметил, что на следующий год из федеральной казны будет получено дополнительно свыше 7,5 миллиардов рублей. Руководители ведомства должны активизировать работу с Москвой для привлечения большего количества денежных средств. Губернатор также подчеркнул, что не менее 7% ВВП должно отправляться на отрасль здравоохранения. Состояние здоровья людей напрямую зависит от окружающей среды. В независимом экологическом рейтинге Ульяновская область заняла 15 место. Это свидетельствует о хорошем состоянии воздуха. Но это не повод расслабляться. Мы периодически получаем в социальных сетях жалобы жителей определенных районов на неприятный запах и вызываемое ими головную боль першением в горле. В связи с этим Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области в рамках действующего законодательства и в целях снижения содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не менее чем на 20% предлагает разработать межведомственный региональный проект «Чистый воздух Ульяновской области». Проект рассчитан до 2025 года и будет включать в себя снижение использования нефти и твердого топлива в промзоне Заволжья и перевод на газовое топливо, транспорт и предприятий. Также в программе значатся просветительские мероприятия и усиление экологического надзора. Пандемия и коронавируса продолжает оставаться главной темой не только в регионе, но и во всем мире. Губернатор напомнил о своем запрете на проведение новогодних корпоративов. Запрещение корпоративов будет распространено и уже распространено не только на объекты общепит, но и на различные, так сказать, дома отдыха, на различные турбазы, типа Архангельская, Слобода и другие, Березовая роща, на разные гостиницы и отели. Губернатор получил детализировать запрет на массовые мероприятия в действующей версии указа. Правительство не допустит массового заражения людей в праздничные дни, а бизнесменов, нарушающих запрет, внесут в специальный реестр. Находящиеся в нем не смогут рассчитывать на меры поддержки от государства. Фактически можно в общепит только прийти, покушать с социальной дистанцией между столами, не больше 4 человека за столами. Все, больше в общепитии ничего не должно проходить. Абсолютно точно. Вот оно требование самое простое. Коронавирус далеко не единственное заболевание, которое сейчас растет в области. Увеличивается заболеваемость ОРВИ. В настоящее время в области инфекции поразило свыше 11 тысяч человек. Больше всего болеют в Ульяновске. Случаев гриппа, как ни странно, но сейчас не выявляется, потому что вирус, который называется коронавирус или МРС-вирус, он более такой достойный, который поражает всю группу практически населения. Поэтому превышение битпорога зарегистрировано в основной группе от 7 до 14 лет и от 15 старше. Губернатор подчеркнул, что рабочий день каждого чиновника должен начинаться с вопроса здравоохранения. Каждый случай возмущения ульяновцев медицины будет разбираться, а информация обобщаться, чтобы были видны все сбои работы системы здравоохранения. Егор Цветов, Артем Куранов, Новости Управда ТВ.